Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий Рустам Вафин. А в гостях у нас сегодня журналист, краевед и просто интересный человек Ленар Мефтахов. Здравствуйте. А поговорим мы сегодня с ним о такой вещи, которая любопытна, наверное, многим, но добраться, реализовать могут единицы. Это родословная. Как ее собрать, какие пути, какие сложности, механизмы. Вот на этой теме мы поговорим с Ленаром. Ленар, кто, на твой взгляд, что это за люди, которые интересуются родословной своей? Ну, поскольку сейчас практического какого-то значения, какого-то смысла составление родословной лишено, да, то есть, наверное, это люди просто очень любопытные. Да, то есть, раньше родословная, она зачем нужна была? Родословные интересовались, или им необходимо было знать хорошую родословную помещикам, дворянам, с целью доказать права на собственность, да, на землю, в первую очередь. Сейчас, когда у нас с вами есть единый государственный реестр недвижимости, где регистрируются все сделки с недвижимостью, необходимость доказывать, что там 100 лет или 200 лет назад, или 300 лет назад человек, который получил там от царя кусок земли, является вашим прямым предком, такой необходимости нет. И как бы смысл родословных, он, естественно, пропал. У меня есть маленькое уточнение, уточнение вопрос. Где-то в конце, в начале 90-х годов, когда произошло крушение Советского Союза и коммунистических режимов в Восточной Европе, в Восточной Европе очень возникло такое недвижение, оно было решение о том, что реституция собственности, которая была конфискована, национализирована в период власти коммунистов. И тогда, видимо, вопрос вот для тех территорий, для тех граждан, для Прибалтики, этот вопрос, видимо, был актуален. Но, видимо, по этой причине, поскольку у нас не было таких процессов, прикладного значения в поиск своей родословной, в общем-то, как ты правильно заметил, нет. Ну, там на самом деле не так-то было им и сложно, там, может быть, и родословная глубокая им не нужна была, там 2-3-4 максимум поколения прошло. Там не больше двух поколений. Да, не больше двух поколений даже, то есть там ничего сложного-то не было, на самом деле, просто нужно было собирать документы и доказывать. Но это был, пускай, маленький, но процесс поиска родословной. Да, в любом случае нужно было интересоваться своими предками и так далее. Идти в архивы, поднимать документы. У нас, на самом деле, действительно, поскольку все отобрали безвозвратно, и нет смысла. Вообще, говорю, родословная, она столько не имеет никакого сейчас практического значения, она нужна только людям, которые хотят разобраться в себе. Вот я вообще составление родословной и вот это копание в прошлом, я его рассматриваю вообще как какой-то, даже, наверное, в какой-то психотерапии, да, в какой-то мере. Потому что человек через родословную познает себя. Пытается, наверное, обрести какую-то силу. Нет, силу никакой, просто он познает себя, он начинает понимать мотивы своих каких-то действий. Он начинает понимать, почему он себя ведет так, а не так, да? А как родословная может способствовать это пониманию? Когда, ну, по социальному статусу. То есть, условно говоря, если ты сейчас находишься на социальных низах, но ты узнаешь, что твои предки были дворянами, или там военачальниками, или, ну, офицерами какими-то, геройствовали, то у тебя появляется внутренний мобилизационный ресурс, который, ты говоришь, я должен соответствовать своим предкам и двигаться, двигаться, двигаться. Нет, нет. Нет, я думаю, что, вот понимаете, у каждого у нас, у каждого у нас, любой человек, он состоит из определенного набора комплексов. И чтобы преодолеть эти комплексы, очень часто нужно понять первопричину, откуда они у тебя идут. Потому что комплексами нас награждают наши родители в детстве. И эти комплексы, они очень часто несут в себе какие-то семейные тайны. А человек, который начинает составлять родослово, начинает интересоваться своими предками. Вот. Он начинает расспрашивать стариков, которые, может быть, даже родственниками не являются, но стариков, у которых, допустим, родители были знакомы с какими-то твоими предками. И там такое иногда узнаешь, да, что просто оно как бы передает, а, это вот, особенно в деревнях, там же они об этом могут не говорить, но в семье они об этом говорят, там передают, что, а, это вот эти, понятно, там, бокайлар, бокайнахлар, да, там, это род бокы, допустим, да, они вот такие вот. Да, потому что у них там, еще в 19 веке они помнят, какой там был какой-то бабай, допустим, да, ну. Ну, я могу сказать, на примере своего рода, по матери, прозвище было Качкен, беглец. И причина появления этого прозвища была в том, что где-то в начале 19 века, может, в времена наполеонских войн мой какой-то прапрапрачур сбежал из армии, дезертировал, тогда там Александровская или Николаевская армия вернулся в родную деревню и, собственно, получил, и весь род получил прозвище вот такое. Ну, вот, и да, и прозвище это вообще, кстати, интересная тема, когда начинаешь изучать, почему то или иное прозвище получил, они, у Мишари, они вообще каждый род имеют эти прозвища, и эти прозвища очень часто действительно раскрывают какие-то очень интересные черты, которые действительно передают из поколения в поколение, да. У казанских татар этого, конечно, реже, да, и тем более прозвища, которые такие родовые, намного реже встречаются, то есть у казанских татар семьи делятся не по прозвищам, да, а там по какому-нибудь предку, память о котором еще не забыта, да, вот, опять же, как я вам сейчас сказал, Бокойноколар, там, Митакноколар, там, не знаю, Велитникеляр, вот, и так далее, поэтому сейчас крестьянские родословные очень популярны становятся достаточно среди определенного круга людей, да, вроде крестьяне, что там, никакого благородства нет там, да, то есть это вот казалось бы, ты не дворянин, ты никто, а тебе хочется. Одна из причин, это потому, что мы стали жить лучше, чем жили наши предки еще два-три поколения, им до такого баловства времени не было, они просто занимались выживанием, а сейчас люди получили образование, у них появилось свободное время, у них появились свободные деньги, и они захотели разобраться в этом вопросе, да, а наши архивы позволяют, по крайней мере, где-нибудь до середины 17 века свое родословное составить. Я, прежде чем мы перейдем к тому, как составлять родословную, я хочу сделать ремарку и немножко не согласиться. Дело в том, что как раз наши предки, несмотря на то, что они были крестьянами, пахали землю и, в общем-то, не являлись творителями истории, свои родословные знали хорошо, и это просто было связано с какими-то отчасти религиозными, отчасти традиционными традициями, которые были тогда в ходу, и знать свое поколение там, по-моему, в семи коленах, это было требование. Это... Если ты не знаешь поколение, если ты не знаешь своих предков в семи коленах, то ты как бы, ну, пришлый. Там немножко не так. Там немножко не так. Люди родословную, когда они жили в сельской общине, знали не потому, что ее нужно знать или так далее. Это было просто обычным, обыденным делом. То есть специально эту родословную никто не составлял. Просто люди... Телевизора не было, ватсапа не было. Вот. И чем занимались люди? Они друг другом общались. О чем они общались? О своих предках. О своих дедах. Да. О своих, значит, там, прадедушках и так далее. Кто чем занимался, обсуждали. Кто кому... Кем родственникам приходится. Это любимая тема была всегда. Она и сейчас, кстати, тема такая достаточно любимая. То есть люди свою родословную знали не потому, что они хотели ее там выучить, знать там, записать и так далее. И в бумажном виде-то ее и не было, скорее всего. Просто люди в процессе общения с друг другом, они ее просто знали. Да кто кому... Кем родственникам приходится. Мне кажется, проблема с потерей вот этого вот провала в знаниях предков своих случилась именно в период советских, особенно очень жестких реформ. Начало 20-х годов. Голода 20-х годов. Я узнаю, что, например, по отцовской линии я растерял просто возможность следить за вузной традицией. За счет того, что гол в 20-х годов там выкосило очень много моих предков. И люди просто разбегались из деревень, уезжали в Москву, там, на метрополитен строить. 20-30-й год. Голода 20-30-й годов. Это можно одним словом сказать. Причина утраты – это урбанизация. Да, это был провал. Причем за очень короткое время потери были большие. Я знаю, что мы погибли от голода, просто умерли родственники, в общем-то, и разбежались. И вот по этой линии у меня был провал. То есть по материнской линии у меня там достаточно хорошо прослеживается. Вот. И урбанизация, которая... Ну, давайте тогда сразу скажем, да, урбанизация стала причиной этого провала. Люди потеряли родственные связи, перестали меньше общаться с родственниками, с односельчанами, да. В городах совершенно другой уклад жизни. В городах люди не стремятся поддерживать там отношения с какими-то очень дальними родственниками и так далее. Да, вот простой пример по моей деревне. Допустим, вот я сам из Кузгунчи, Мамадышского района. Это татарская деревня. Рядом с нами есть Крященская деревня. Вот еще 40-50 лет назад из Крященской деревни и из татарской деревни, после того, как уже крещение прошло там 200 с лишним лет, люди, родственники друг к другу ходили. Ходили тихоря, кстати, это не афишировалось. Ходили тихоря, огородами. Но люди ходили друг к другу в гости, потому что они знали, что они родственники. Они родственники были где-то там в восьмом поколении. Но эти родственные отношения они поддерживали, даже имея разную веру. То есть для них это было важно. Поддерживать вот эти отношения. И поэтому, естественно, когда вот устои вот эти сломались в результате, то есть в деревнях люди и так более-менее свои родословные знают. Особенно женщины, когда начинаешь с ними разговаривать, по крайней мере где-то пять колен они назовут. Если их разболтать, то есть, да, не так, что они там знают, прямо они выстраивают, просто начать спрашивать, как у этого звали отца, как у этого, они это расскажут. Мало того, они могут рассказать какие-то подробности об этих людях. Я вот когда свою родословную делал, я прошелся не только по родственникам, я еще прошелся и по соседям, поспрашивал про своего деда, допустим. Я там такие вещи интересные узнал. Вот, поэтому, то есть, это там в деревнях это есть. Но вон то поколение, которое это знало, так скажем, то поколение, которое еще телевизор не смотрело, оно уже ушло. Вот сейчас уже даже в деревнях живут люди, которые, конечно, свое родословное знают плохо. И причина это телевизор и ватсап. Стало меньше простого человеческого общения. И с этим связано то, что люди сейчас свое родословное знают плохо. И это сейчас, на самом деле, очень большая беда и огромная проблема. Потому что для того, чтобы составить родословную, нужно выйти на своего бабая, который жил до революции. Нужно знать, в какой деревне он жил, какого года рождения он был, и как его звали, и какое у него отчество было. Вот тогда можно выйти на дореволюционные документы, и там уже дело техники. Хотя, хочу сказать, что вроде бы родословную раз-раз-раз, если все нормально с документами, раз, быстро составил, и все. А бывает так, что не хватает документов, и некоторые родословные до 7 лет уходят в составление. Потому что человек, понятно, что он же не может только родословной заниматься. И приходится искать некоторые документы очень долго. Это растягивается на длительные сроки. А так, если с документами все в порядке, родословную можно там за месяц составить. До 17 века. Но, опять же, я хочу сказать, что самое сложное при составлении родословной... Вот сейчас, 10 лет назад, ушло поколение, которое могло проследить своих предков до дореволюционного момента. Сейчас этого поколения... Я прям чувствую это, когда с людьми начинаю общаться, которые ко мне обращаются там за консультацией по родословной, выясняется, что самое сложное составить родословную, когда человек знает о своих предках только с 20-30-х годов 20 века. Там с документами сильнейший провал. Вот как это ни странно, но первые десятилетия советской власти по документам хуже сохранились, чем дореволюционные документы. Хотя там тоже не все так, как хотелось бы. Допустим, у меня вот есть родословные, которые я помогал людям составлять, или составлял по заказу даже, да, какие-то родословные. А я встал, я не могу дальше двигаться, потому что документов не хватает. Вот. Это вот такая вот как бы есть беда. У меня вопрос такой. Если человек хочет составить родословную, у него есть два пути, да? То есть он делает это сам, или обращается к специалисту? Я думаю, что даже есть три пути. Хорошо. Какой третий? Ну, первый путь это он составляет сам, то есть работает в архивах. Вот. Кстати, здесь вот, допустим, по православным все намного легко, то есть в архивах можно работать без проблем, потому что письменность у русских практически не изменилась, и 19-й век, по крайней мере, человек может самостоятельные документы прочитать. Конечно, уже 17-й век, ой, 18-й век уже будет читать сложнее, а там 17-й век нужно будет иметь определенную подготовку. Ну, можно, да, с этим разобраться. Татарам сложнее, потому что письменность изменилась, и документы 19-го века написаны арабской графикой, а в мечетях метрики велись на татарском языке арабской графикой. То есть, да, тут уже, чтобы прочитать, нужно будет или к кому-то обращаться, либо самому выучить. То же самое, просто другие... Опять же, язык не тот же самый. Вот. Дело в том, что вот татарская письменная культура, она отличалась от разговорной речи. И когда мы... Я говорю старо-татарский язык, я ведь говорю не только про графику, да, вот чем тукай-то он прославился, он не только был гений, да, и он не только был талантливый человек, это был еще человек, который начал писать стихи, не сразу, конечно, но в результате он пришел к тому, что начал писать стихи на том языке, на котором татары говорят, а не на том языке, на котором они писали. Да, вот. И... Поэтому, то есть, вот, это и сделало его и понятным, и доступным, да, и... Плюс его талант, безусловный, да, вот это и вывело Габдулутукая привело к той любви, которой он пользовался и пользуется среди татарского народа. Он писал на... Именно на простом, понятном языке. А если, допустим, перевести какие-то тексты с арабской графики на кириллицу, и это будет татарский текст, как бы, условно, татарин не поймет, о чем там написано. Потому что старо-татарский язык это язык, это, по сути дела, смесь тюрки, это персидский, арабский, и это очень... Это нужно иметь подготовку специальную. И определенные слова и фразы, даже в метрических книгах, они встречаются, которые не всегда поймешь. Вот. То есть, все равно придется интересоваться. Но это очень интересный путь, если человек будет самостоятельно это изучать, то, конечно, его кругозор расширится очень сильно. Второй путь. Второй путь. Это составлять самому, но постоянно консультироваться со специалистом. Как правило, люди, которые консультируют, вот, да, они это могут делать бесплатно. Или там за какие-то копейки, да, то есть, как говорится, вот, допустим, я за советы деньги не беру. Вот. То есть, ты находишь человека, который тебе просто помогает. Где-то помогает. Первое письмо составит запрос. Не обязательно самому, кстати, в архив ехать работать. То есть, можно ведь и запросы составлять. Некоторые архивы работают с запросами. Ими отправляешь. Прошу вас там предоставить информацию о рождении там моего деда в 1909 году в такой-то деревне. То есть, сам в архив не едешь, не работаешь. Но тебе архив делает ответ. Сколько стоит такой запрос? В разных архивах по-разному, но я думаю, что родословную, родословную... Ну, одного человека, родился в 1909 году. Ну, тысяч, наверное, за 10, работая с разными архивами, даже до 10. Где-то тысяч, наверное, за 8, за 9, там, в зависимости от различных нюансов. То есть, можно так составить. Кропотливо так вот. В течение нескольких лет это можно делать. Раз ответ получил, новый запрос даешь уже на новое звено. И вот так, тихо-тихо, так вот оно разгадываешь. То есть, это можно сделать без проблем. А архив этого УФУ надо слать, какие заявления там хранятся, метрические книги? Там же было духовное направление? Тут нужно вот такую вещь для себя понять, что документы разбросаны по очень многим городам. И это зависит от вероисповедания, это зависит от места проживания и так далее. Если мы возьмем татар в пределах современного Татарстана, то нужно начинать работу с... И, кстати, русских тоже. И вообще любые жители, которые имеют своих предков на территории современных, в современных границах Татарстана, они должны свой путь изучения родословной. Если они дошли до своего предка путем расспросов родственников до дореволюционной, до дореволюционного какого-то бабая своего, то им нужно начинать работу с архива, с национального архива, ну сейчас это с государственного архива в республике Татарстан. То есть туда делается запрос, либо человек сам приезжает. Если ты сам приезжаешь работать, это абсолютно бесплатно. То есть сейчас, мало того, у нас в архиве документы оцифрованы, садишься за компьютер и просто их просматриваешь, оцифрованные материалы. Если у тебя... Если эти документы не оцифрованы, надо заказать их, и там в течение недели где-то, даже, может, иногда нескольких дней, эти документы предоставляют, и с ними начинаешь работать. В принципе, по некоторым районам в архивах у нас хранятся еще и по хозяйственной книге. Это тоже очень важный документ. Иногда, если ты не смог выйти на дореволюционных предков, нужно обратиться в свой сельсовет или сельсовет, где у тебя жили предки, и попросить посмотреть по хозяйственной книге. По хозяйственной книге в сельсоветах хранятся, если вам повезло, то это будут 30-е годы, если вам не повезло, то это будут 40-е и 50-е годы. Что будет по хозяйственной книге? В по хозяйственной книге будет какой-нибудь ваш пращур, который уже умер, и там будет указан год его рождения, а нам-то это как раз и нужно. И его будет указано отчество, что тоже для нас важно, если вы отчество, допустим, не знаете. Некоторые по хозяйственной книге тоже переданы в государственный архив в республике Татарстан в Казань. То есть, да, если, допустим, в сельсовете нету, значит, есть смысл обратиться в архив. Но нужно понимать, что сотрудники архива, они тоже загружены, и они, допустим, не будут за вас искать то, чего вы не знаете. То есть, да, и они могут просто не знать, что какой-то документ у них есть, и то, что он у них есть, они могут не знать, потому что описи составлены не всегда хорошо, не всегда неполные, да. Там иногда бывают ошибки. Поэтому человек, когда работает сам, и он, допустим, не нашел какой-то документ, он начинает копаться в тех местах, где этот документ может быть. Вот, допустим, государственный архив в свое время мне, допустим, написал, что по моей деревне не сохранились там метрики за такие-то годы. Там список был 10 годов. А когда я начал работать в архиве, я эти метрики нашел, они у них лежат просто под названием другой деревни. Я просто проанализировал описи и смотрю, что верхней Кузгунчи нету, допустим, зато есть верхние Кургачи. Но я же знаю, что в Мамадырском Уэзи не было никогда деревни верхней Кургачи. Причем верхние Кургачи метрические книги за те годы, за которые отсутствуют по верхним Кузгунчам. Мы эту метрику открыли, на обложке действительно написано верхние Кургачи по-русски. А когда внутрь зашли и прочитали по-арабски, арабский график, там написано Югарэ Кузгунчи. И все стало понятно. Просто человек в свое время ошибся, и эта ошибка перешла в описи. И сколько людей обломались, когда делали запросы официальные, кто-то свидетельство о рождении не получил. Это было ведь актуально. В 50-е, 60-е годы шла выдача свидетельства о рождении, а им приходит ответ, что метрическая книга за этот год не сохранилась. И она, на самом деле, лежала. Поэтому, конечно, специалисты, которые работают в архивах, в генеалогии, они иногда знают больше, чем даже работники архива. Потому что задача работников архива, документы систематизировать, хранить и так далее, но в какие-то нюансы они не успели просто еще добраться. Потому что, надо сказать, интереса к метрическим книгам не было большого, какой сейчас. Сейчас, конечно, они очень круто все описывают. И я думаю, что в ближайшее время работать даже не профессионалом в нашем государственном архиве будет намного проще. Вот с каждым годом проще и проще, я хочу сказать. Вот это есть. Так вот. То есть, начинаем мы с вами либо с сельсовета, либо, значит, иногда есть смысл обратиться в ЗАГС, но то, что касается ЗАГСа, надо понимать. Есть закон о персональных данных. И пока не прошло сто лет, информацию вы можете получить только при условии, что вы докажете родство с тем человеком, по которому вы интересуетесь. Да, то есть, в сельсовете, конечно, намного все проще. Там, там, конечно, идут навстречу, тем более, как бы, все друг друга знают, и даже если вы в деревне не выросли, но вы сказали, что вы внук такого-то человека, вам поверят, как правило. И информацию предоставят без всяких проблем. Просто, да даже по телефону. Вот. В ЗАГСе еще год назад, вот в некоторые ЗАГСы звонишь, тоже шли навстречу. Вот. Особенно, когда говоришь, мне не нужна, допустим, никакая бумага официальная. Вы мне только скажите, когда мой дед родился, и что записано о его отце и матери, да, допустим. И вот шли навстречу. Сейчас, конечно, уже реже и реже это идет, потому что все жестче и жестче становится. Это усложняет работу по родословной. Вот. Но прежде чем сказать, в какие архивы надо дальше обращаться, наверное, нам правильнее будет, наверное, сказать, а какие документы искать. Хорошо. Да? Да. Вот. То есть мы с вами тут метрические книги затронули, да, но это не единственный документ. И вообще по метрическим книгам нужно понимать вот такую вещь. Давайте я начну с православных. Тут проще. Да? Проще составлять родословных, потому что документов больше. То есть православные люди, они могут посмотреть, помимо метрических книг и ревистских сказок, а про ревистские сказки мы сейчас еще поговорим, они еще могут посмотреть исповедальные книги. Ну, их по-разному называют. Ну, это вот церковные книги, где записывался, делался список семей, которые пришли на исповедь. Это по семейный список. Отец, жена, дети и так далее. С указанием возрастов. То есть это... Их сохранилось не так много, но они есть. Это, конечно, очень ценный документ. Особенно если... Если это, допустим, после 50 тысяч, 858 года сохранились, это вообще просто круто. Это облегчает составление родословного очень сильно. Вот. Метрические книги у русских велись с 1722-го или 1721-го года. Вот, ну, где-то с 1720-х годов. Там записано... То есть после Петра Первого, где-то? Да. Сразу. Вот. Петр Первый в каком году умер? В 24-м. В 24-м. Ну, вот получается, да, что до него... Нет, получается, вот как раз при Петре Первом это начали вести. Это когда, вот я как раз хотел сказать, что Петр Первый это вел для православных. Но нужно понимать, когда мы говорим про православных, мы говорим про православных, которые исповедовали официальную православную веру. К старообрядцам это не относится. К раскольникам не относится. Да. Вот. Вот у них метрические... И, кстати, эти метрики сохранились неплохо. Допустим, по Елабурскому уезду они вот так вот с 1720-го какого-то там года у нас вот тут в Казани лежат. Приходи, да, смотри. Вообще никаких проблем есть. Нет. Вот. А если мы возьмем мусульман, то у мусульман метрические книги начали вести только с 1929-го года. Ой, с 1829-го года. Вот. Но что православные метрики, что мусульманские метрики, они велись в двух экземплярах. Это очень важный момент, это нужно понимать. Один экземпляр отправлялся в Уфу, где находилось Оренбургское Магометанское духовное собрание, это вот по мусульманам. А второй экземпляр отправлялся, оставался в мечети. После революции вот эти мечетные метрики, они были уничтожены, когда пошла борьба с арабской графикой. Ну, это в 20-е годы. И эти метрики практически сохранились единицами, и они в архив переданы. С ними работать намного удобнее, потому что эта стопка идет по конкретной мечети, конкретной деревне, и вот там прямо они вподряд идут года. Как книжка, листаешь ее и все. А те, которые передавались в Уфу, они велись по уездам. То есть, вот там один год, это один целый уезд. И там свою деревню нашел, потом берешь следующую папку, и вот так вот смотришь. Так вот, когда метрики уничтожили в мечети, которые у нас были в мечетях, советская власть через где-то 10-15 лет понимает, что нужно людей паспортизацию вести. А чтобы паспортизацию провести, нужно выдать свидетельство о рождении. А метрик-то нету. Уничтожили же идиоты. Что делать? А те метрики, которые были в Оренбургском Магометанском духовном собрании, благодаря нашему муфтию последнему, ну, не касается, да, который после советской власти у нас, да, там был. Ну, не важно. Важно, ё-моё, это же... Вот из головы вылетела фамилия. Благодаря Резафа Хреддин? Да, благодаря Резафа Хреддину эти метрики сохранились. Он их не дал уничтожить. Он их себе перевез, вот так мне, по крайней мере, рассказывали, к себе перевез их домой, когда он просто за несколько дней узнал, что будут отбирать здания, и он, короче, все это себе в сарай отвез. Он это отвозил вроде осенью, что-то падало в грязь там, потом поднимал на арбу обратно. Все это, короче, перетаскал. Потом это попало в архив через какое-то время. И вот когда советская власть задумалась о паспортизации, те метрики, начиная с 1865 года, которые были актуальны для людей, еще живы были, вот эти метрики передали в те области, куда отошли по новому административно-территориальному делению. И то, что в Татарстан попало, вне зависимости, к какой губернии относилось, передали в Казань. А до 1865 года метрики лежат в Уфе. Вот, короче говоря, то, что касается мусульманских метрик. То, что касается православных, я уже сказал, что, по крайней мере, по Илабурскому уезду они все лежат в Казани. Те, которые к деревне относились к Казанской губернии, они тоже все лежат в Казани. То, что касается деревень, которые относились к другим губерниям, вот тут я не скажу. Скорее всего, они хранятся, даже не скорее всего, они так и хранятся в тех губерниях, куда они относились. То есть, условно говоря, какие-нибудь челны, которые со временем относились к Уфимской губернии, они, скорее всего... Да, часть в Уфе, часть в Самаре, часть в Ульяновске. То есть, это вот надо смотреть. То есть, нужно будет еще изучать и географию, и изучать историю. В Самарской? Да, 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 да Вот, по крайней мере, вот я По одной мордовской семье составлял родословную Часть документов лежали в Казани, а часть Лежали в Самаре Когда мы говорили о трех путях Поиска родословной, мы обозначили два Вот третий путь, это видимо... А третий путь, это сам начинаешь Ездить по архивам и копаться? Нет, это первый путь А третий путь, это видимо, когда ты обращаешься К профессионалу Ну да, ты заказываешь родословную и, короче, все профессионалы делают То есть, Ленар, ты же занимаешься К тебе обращается заказная родословная? Я сейчас родословные только делаю тем Которые я родословные начал делать Потому что я просто не справляюсь Сколько стоит такая услуга У тебя и сколько стоит в целом по рынку Такая услуга? Ну, я буду говорить Не сколько она у меня стоит, а сколько она у меня стоила Потому что я сейчас только выполняю, заканчиваю Те заказы, которые я взял, сейчас я новый стараюсь не брать Вот, не то что, если даже ко мне обращаются Я говорю, потом, вот давайте Через год обращайтесь, если будет актуально Для вас, потому что я просто Сейчас, у меня несколько попалось родословных тяжелых и они не всю работу затормозили да я поэтому сейчас тут просто за новый не берусь родословные они стоят очень по-разному вот во первых когда цену определяешь смотришь с какого человек уезда до революции куда относился уезд то есть от этого будет зависеть по каким архивом придется вообще работать вот это один момент второй момент это насколько человек знает свое хорошо родословную если допустим он ее вообще не знает абсолютно не знает и то есть тебе придется просто начинать там с опроса у его родственников да а он сам этим не хочет заниматься это другая цена да то есть понятно я так думаю что родословную разлет от и до скажем где-нибудь там от 30 до 200 тысяч родословные я узнаю людей которые меньше 100 тысяч вообще не просто не берутся и все при этом нужно понимать что люди которые делать родословные они могут просто это долго делать это вот это еще нужно терпение иметь он может сказать о я там допустим сделать за два месяца потом бац и пропал он не потому что пропал там деньги получил и пропал нет потому что на составление родословной жить нельзя это как бы дополнительно хобби да у человека есть работа дела и когда он не может легко составить то есть каких-то документов оказалось что не хватает у него начинает вопрос затягиваться он сначала ищет в одном месте не нашел потом какой-то пересдел начинает искать там вот какую-то зацепку и иногда так получается что в какой-то момент то просто баскать давайте об деньги верну было очень возможно до сих пор мона искать свои корни там встречи чингизидов мы знаем что кое-кто из нашего руководства республики в общем-то там отыскивался чингизидские корни и видимо этот поиск был связан не с поиск желанием найти своих далеких пращуров а потеш тега но вообще насколько возможно найти себе корни чингизида я скажу так если человек чингизид значит этот дворянин так если он дворянин то информация о том что в семье семья придержит к чингизидом она передавалась такого не бывает чтобы люди были дворянами тем более с такого знатного рода и об этом не говорили вот простой пример я составил родословно князьями булатова но они когда ко мне обратились они сказали что не князья ям родословно состоялась 1500 шестьдесятых годов то есть практически вот первая дата там в родословных стоит это после падения казани 10 лет вот они знали что не князья но они не знали никаких подробностей и кстати родословно немножко разочаровала потому что в то что в семье какие предания у них там передавались и то что оказалась на самом деле оказалось немножко не так пegaéré именно named они были более героические вот хотя нет у них предок был героически но просто вот как бы тут дело не в этом то есть они допустим считали что у них предок воевал с наполеоном а оказалось что он воевал в русско турецкую войну то есть для мусульман это не очень приятно вот но там дослужился до секунда майора то есть он действительно проявил героизм он там участвовали во взятие очакова тем и так далее но вот это не совсем то, что они хотели и желали допустить. А вот оказалось вот так вот. То есть со шведами и с французами было бы для них интереснее. Они воевали, по-моему, и со шведами, и с литовцами. Вот там сейчас просто я эти моменты не заострял внимания, не искал, не копался, но косвенно об этом информация проходила. В Ливонскую войну они, по-моему, участвовали. То есть даже с учетом того провала, который случился в 20-30-е годы, с учетом репрессий дворянства, если люди мнят себе князьями, то, скорее всего, для этого есть основания. Нет, вы просто поймите, что князья, татарские князья, это не чингизиды. То есть это не русское понимание. Чингизид в данном случае, я хотел взять в кавычки, означающий, что это какой-то благородный род. Нет, я просто хочу сказать, то, что касается чингизидов, это фантастика, сразу говорю. Это фантастика по той простой причине, что такие рода, они были либо уничтожены, либо крещены, вот, то есть на территории России, по крайней мере. Потому что чингизид, он создавал определенную опасность. Ну, это царевич. Это царевич. То есть не очень гизид, это царевич. Да, это претендент на престол. Поэтому, что пока среди татар чингизиды, это фантастика. Сразу говорю, то есть это бесполезно искать, то есть это документально, по крайней мере, это будет невозможно доказать. А генетически? Ты можешь что-то сказать о генетических исследованиях? Поскольку я знаю, например, у нас здесь, в нашей студии был профессор Олег Балановский в свое время, один из самых известных генетиков, именно географической генетикой занимается, палеогенетикой, и он мне рассказывал о том, что, например, Рюриковичи, они нашли до Ярослава Мудрого. Вот те Рюриковичи, которые сейчас есть, существуют, корень идет, Ярослав Мудрый. То, что ниже, Владимир, Олег, и дальше былинные герои, они говорят, мы не прослеживаем. Вот мы видим, что корень всех Рюриковичей, которые сейчас сохранились, они вот не всех. На самом деле. Ну, за что купил, за то продал. Там по Рюриковичам выяснились люди, которые являются Рюриковичами, но генетически ими не являются. То есть, какие-то там целые ветки, левые, присосались в свое время, но их этого статуса никто лишить не имеет права. Даже на основе ДНК. Скажем так, видимо, никому и не нужно лишать просто этого. В наше время этого статуса, как тот Джо, да, который никому не был. Нет, ну для них это важно. Почему? Эти дворянские собрания существуют, для них это важно. Но по правилам вот этих дворянских собраний, ДНК не является основанием, чтобы кого-то там лишить какого-то определенного статуса. Но чингизиды как-то по линии ДНК, по линии прослеживаются, и вообще можно ли последить? Я вам скажу такую вещь насчет вообще чингизидов и насчет их ДНК. Я пока лично считаю, что эта тема не изучена, несмотря на то, что наши казахские коллеги... Очень. Вот в Казахстане по этому поводу хайп идет большой, там люди зарабатывают большие деньги на отыскании. За большие деньги можно найти даже чингизидов. Дело не в этом. Просто у нас в Казанском Кремле лежат костные останки, которые считаются останками казанских ханов. И даже они идентифицированы, к каким ханам они относились. Они подписаны не были, понятное дело. И все равно это в какой-то мере предположение. Но проблема в том, что эти останки до сих пор не исследованы на ДНК. По крайней мере, мне неизвестно о том, чтобы они были исследованы. Я так понимаю, это связано в какой-то мере с тем, что у нас наши татарские институты, там археологи с нашими там... с институтом Маджани, возможно, не могут найти общий язык. Я другого объяснения найти не могу, потому что ДНК проекта у нас ведет институт Маджани, а к останкам имеет доступ археологи. Но эти останки до сих пор не изучены. Не изучены останки Утямыша, который лежит в Москве. Это как раз из рода гиреев. Мы не знаем ДНК крымских ханов до сих пор. По крымским ханам вообще ходит достаточно устойчивая версия, что они не были чингизидами гиреи, и это было просто придумано первым... Хорошо, пускай они ими не были, но давайте мы их ДНК изучим. Ну, понятно. Вот, то есть, чтобы потом уже какие-то версии делать. Мы же их ДНК не изучили. У нас столько костей в Татарстане находят, даже в булгарских захотах. Они не изучены. Кстати, это самое удивительное, потому что та же версия о происхождении татар, там, булгаристы, по идее, должны... В первую очередь, было бы очень интересно, если ты находишь какой-то могильник, и вдруг выясняется, которому тысячу лет, он это монгольский, и вдруг выясняется, что жители соседней деревни... Что это его дед лежит. Да, это было бы круто. Да, и дед, наверное, не определит, что это прямое родство, но то, что... Прямое родство по мужской линии как раз определить можно. Да, ну, то есть, есть разница, соответственно, прямая традиция идет. Вот, я говорю, у нас на самом деле пока кости серьезно не изучаются. Это большая для нас сегодня проблема. Поэтому, пока не будут изучены все кости чингизидов, которые нам известны, пока не будут изучены потомки известных чингизидов, казахи проверили своих чингизидов, у них тоже они есть чингизиды, то есть, они, по крайней мере, по преданиям. Вот у них конкретно есть люди, которые утверждают, что они потомки ханов. Да? Вот. Они изучены. Но для меня этого мало. Вот пока они не будут сопоставлены с другими чингизидами, я в этом уверить не буду. Вот у нас, допустим, в Елабуге в 19-м, в начале 20-го века до революции, жил тоже чингизид. У него прям такая и фамилия была Чингиз. Князь Чингиз. Да? Вот. Это был... Он у русского императора добился права получить такую фамилию. Он выходец был со Средней Азии, насколько я знаю. Вот. Он вообще не изучен, кто он такой, его биография. Вот у меня просто руки не доходят заняться им, этим товарищем. Куда он делся после революции, тоже вот ничего не знаю. Потомки и так далее. То есть, ну, я в любом случае хочу сказать, что пока не будут изучены, то есть изучены все известные нам чингизиды, а я, насколько я знаю, потомки крымских ханов отказываются от ДНК исследований. Да? Они сейчас, насколько я знаю, в Великобритании живут. Ну, наверное, в Турции есть еще. Вот. Не знаю, не слышал, чтобы в Турции они были. Может быть, есть. Но здесь нужны люди, которые имеют доказательства документированные. Для меня это очень важно. Вот у казахов нет документированных доказательств происхождения от Чингисхана. Поэтому при всем уважении я пока вот скептически отношусь. Потому что у них в понимании в современном не было такого государства с письменной традицией. Да? У них не было какого-то там геральдического... Хотя надо сказать, что и по русским-то дворянам там проблем много. Там же при Петре I такие сердословно сочиняли. Это же просто ужас. Там фантастика была эта. И, конечно, когда на эти документы опираются, надо еще сто раз подумать, стоит ли на эти документы опираться. А у казахов и этого нет. И поэтому то, что они там вот определили ДНК исследований по потомкам Чингисханов, пока не будет каких-то обобщенных исследований, что-то сложно говорить. То есть я к чему это говорю еще в прикладном смысле для нечингизидов, да? Для тех, для кого это важно с точки зрения эго. С точки зрения того, что у нас письменные источники заканчиваются, там, условно, и на 17 веке, по которым можем отследить родство. Большинство из них, да, максимум 17 век. Это чудо, если пошло дальше вниз. То есть это времена, там, условно, Алексея Тишайшего, да, Романова. А дальше мы можем только по археологическим, палеологическим каким-то вещам, палеогенетикой. А нет, но это нам не даст это возможность узнать их имена, но мы можем знать, что наши предки отсюда. Безусловно, безусловно. Это, конечно, вот... Это, наверное, для, кстати, для православных, наверное, все-таки глубже можно копнуть. Потому что какие-то... Там... Это для православных можно глубже копнуть? Не всегда. То есть, вот смотрите, нужно понимать, да, что когда мы по православным дошли, допустим, до того же середины 17 века, возникает потребность выяснить, откуда они сюда переселились. Чтобы уже по документам, допустим, работать в той губернии, откуда они переселились. Там даже еще губернии, наверное, не было. Да, еще губернии не было, уездов, да, там. Вот. И... Воеводство, воеводство. Воеводство были тогда еще. Вот. И воеводство были, и уезды были. Не важно, не важно. Да, и поэтому нужно будет, во-первых, выяснить, откуда переселились, а это не так просто, это очень сложно бывает. Хотя... Даже княжество, удельное княжество было еще. Ну, смотря какую эпоху мы говорим. Про какую эпоху мы говорим. Ну, если берем эпоху Ивана Грозного, удельное княжество еще было. Они обозначались... Вы уже в 16 век нормали. Хорошо. Вот. Я... Я сейчас просто о чем хочу сказать. Я хочу сказать, что... Что по русским родословным и по татарам и шарям, кстати, иногда бывает проще составить. Глубже можно уйти, да, но это вот если повезет. Это если повезет. По татарам, особенно по ясачным татарам, по казанским татарам, да, это максимум середина 17 века. Причем это середина 17 века по документам начала 18 века. Вот. Все. Там документов практически нет. Вот я, допустим, по своей деревне нашел документ 1619 года. Он мне не позволяет соединить родословные. Потому что там стыковать приходится с документом 1716 года. Там сто лет прошло. Три поколения, три-четыре поколения. Четыре поколения, да. То есть там не стыканешь их. Вот. Поэтому вот это, конечно, большая сложность. Ну, нет документов. И причем, я говорю, вот мой документ по 1619 году, это просто чудо. Ни по одной деревне практически больше нет этих документов. Вот кроме... Мы говорили еще об одном источнике родословных. Отвлеклись мы на такую более жареную паузу, чингизитскую и рюриковическую. Еще один документ, книги... Ревизские сказки. Ревизские сказки. Что это за документы и как он поможет желающим найти своих предков? Ну, вкратце, если вот сказать про ревизскую сказку, это очень хороший документ. Сохранился, к сожалению. Что такое ревизская сказка? А Петр Первый вел подушный налог. Вот. Для этого он начал переписывать целиком все население. Мужское, по крайней мере. Не всегда целиком. И некоторые ревизии делались. Полностью все население переписывалось. А в некоторых случаях мужчины, да? Ревизские души, так называемые. Вот кто читал Мертвые души, тот поймет, кто внимательно читал. Даже нет, тот, кто внимательно читал, ему в любом случае он не все поймет, если не изучит вообще, что такое ревизская сказка. Это нужно понимать. Так вот. Для того, чтобы этот налог платить, проводились ревизии. То есть, это ЕГРН той эпохи? Немножко не так, сейчас объясню. Там очень интересно. Это не совсем ЕГРН. О, это вернее, не ЕГУРИЛ. Вот. Хотя, кстати, во второй ревизии там прям номера были присвоены, да, кстати. Интересно. Там они по порядку все шли. Да, это практически ИНН, наверное. Ну, который дальше уже не пошел почему-то. Эти цифры не стали уже в третьей ревизии повторять. Так вот. А первая ревизия была в 1719 году. Там были переписаны, кстати, там были переписаны только мужчины. И указан их возраст. Вторая ревизия 1744-й, 1745 год. Вторая ревизия, да, там были перечислены тоже только мужчины. Вот, но до, это сейчас мы еще, да, кстати, хочу сказать, что до вот этих ревизий тоже были переписи. Там были писовые книги, ландратские книги. Вот. Тоже интересный документ, но они сохранились очень плохо. Вот ревизии, потому что в них как бы, ну, они потеряли свою значимость. Я так понимаю, их просто выкинули. Там что-то случайно сохранилось. Ну, пожары были. Ну, еще и пожары, да, безусловно. Ну, это же проблема была. Вот. Третья ревизия была в 1762 году. Там были перечислены уже и мужчины, и женщины. Вот. И там было даже указано, женщины, они из каких деревень взяты, а девушки, в какие деревни замуж ушли. Вот. Третья ревизия, она очень интересная. Вот эти три... То есть, это начало Екатерининской эпохи. Да. Вот эти три ревизии, они хранятся в Москве, в Российском архиве древних актов. По всей России они были изъяты, вернее, по всему Советскому Союзу они были изъяты и переданы в Москву, как древние акты. Четвертая ревизия, это 1782 год. Вот. По Казанской губернии она практически не сохранилась. Пятая ревизия тоже не сохранилась, это 1795 год. Шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая ревизии, они выпадают на 20 век. Последняя ревизия десятый. 1858 год. 19-й. Да. Вот, то есть, чем ревизия интересна, это по семейной списке. То есть, ты четко знаешь состав семьи. Это очень удобно для составления родословной, но они сохранились плохо. По моей деревне сохранилось всего четыре ревизии. Три из них в Москве лежат, это первые три ревизии. И восьмая ревизия, 1834 года. Все, больше нету. Это, конечно, очень тяжело. По другим деревням где-то лучше сохранность, где-то хуже. Но вот эти вот ревизии 19 века, они в основном лежат в Казани. Вот. По крайней мере, по Казанской губернии и по Вятской губернии. У меня вот такой вопрос есть. Если человек имеет корни, например, он перебрался на территорию Татарстана нынешнюю, из Средней Азии, где-нибудь там в 19-м, в 18-м веках. Ему как быть, он ограничивается, вот все, там 19 века сначала, у него там предки жили в Средней Азии. Он сюда перебрался в качестве купца или помощника, что-то еще. По Средней Азии документы, они начинаются там более-менее полно. Вот эти все метрические книги, это конец 19 века. То есть это только после присоединения. Да, да, да. И даже после присоединения, то есть там это еще не все сразу это велось. То есть до этого там, даже если это такая разовая Средняя Азия, типа городская. Вот у меня есть одно сложное родословное, мне ее заказали из Донбасса. Это русский человек, чьи предки перебрались на территорию современного Казахстана в конце 19 века. Вот. И мы не можем найти документ, откуда они туда перебрались. То есть потом мы оттуда переехали на Украину, а в Казахстан... Исходной точки нету. Да, мы не можем. У нас там есть предположение, что из Пермской губернии. Но даже это ничего не дает, потому что не зная, из какой деревни они переехали, невозможно восстановить родословное. Вот она висит, я не знаю, как ее закончить. Очень... Все уже перерыли в Алмате, все что можно. Хотя вроде православные, то есть поэтому там метрики велись вроде бы, да, казалось бы. Но вот документы о их переезде, они же там централизованно переводились, да, то есть на заселение этих территорий. Не можем найти исходный документ. Вот. Вот в этом плане, кстати, очень важны ревизские сказки. Вот то, что большинство мишарей, которые живут у нас, допустим, в Черемшанском районе, там, в Чистопольском, Аксубаевском, они перебрались в первой половине XVIII века. То есть на территории Татарстана они здесь не жили. Они сюда вместе с русским населением переселились. И с Чувашским, кстати. Вот эти разговоры, что Чуваши тут у нас живут там со времен Волжской Булгарии, вокруг Булгара, это все сказки. Вот. Они все примерно в одно время переселились на эти земли. И вот, что очень важно, вот, допустим, если люди переселились после, до второй ревизии, то, допустим, в ревизской сказке будет указано, откуда они переселились. И это позволяет, вот как раз вот эти ревизские сказки, они еще содержат информацию о том, откуда они переселились. То есть миграционный поток можно отследить? Да, да, можно отследить. Если они, конечно, переселились, допустим, после третьей ревизии, А четвертая не сохранилась Она у нас не сохранилась Уже будет стать очень тяжело А если они переселились до третьей До второй ревизии, то это легко Но у нас по этим краям первая ревизия не сохранилась Вот это, конечно, очень сложно Это состоит от определенной сложности И поэтому те, кто переселились чуть раньше Такие тоже деревни у нас есть Когда эти земли осваивались Вот тут уже, конечно, сложно определить Но зато нашли В архиве военно-морского флота Нашли переписную книгу 1716 года Как раз по мишарям, которые были приписаны К Адмиралтейству Это которые валили лес Для строительства флота Да-да-да Ленар, время, наша программа подходит к концу Разговор был Тема поинтереснейшая Я думаю, что у меня, наверное, последняя будет ремарка Наверное, для телезрителей Исходя из нашего разговора Если, дорогие телезрители Если вы заинтересовали свой родословный И у вас есть мысли Взяться за это Непростой, но интересный труд Мне кажется, вам надо поторопиться Поторопиться в первую очередь Именно По домовым обходам По общению с родственниками На эту тему Потому что Идет разрыв Поколенческий разрыв Исчезают старые связи Новое поколение Уже не будет помнить тех корней Которые Помнили еще там Ваши бабушки И чтобы Получить исходный материал Толчок к этим исследованиям В общем, торопитесь Торопитесь Езжайте К родне Встречайтесь С соседами С бабушками С дедушками И возможно Вы найдете Тут Вам будет намного проще Потом Заняться этим делом Это были золотые слова Действительно Нужно все это Записать Задокументировать Вы за родословным Может быть, допустим Возьметесь там лет через 10 Но этой бабушке У которой вы эту информацию взяли Ее уже в живых не будет Поэтому Вот это надо задокументировать Записать И пусть оно лежит Ждет своего момента Пускай потом Ваши сыновья Или дочеря займутся Но тем не менее У вас будет Это исходный материал Без этого материала Без этого первичного материала Действительно Родословно стать Просто невозможно Ну что ж Спасибо большое Сегодня у нас в гостях был Журналист, краевед И просто интересный человек Ленар Мистахов А мы с вами прощаемся До свидания До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин